то есть или ты травишься законно или живешь здоровой жизнью незаконно так вот такие такая система я понимаю она связана с утилизацией лишнего населения мира проверяли те продукты которые декларируют что они натуральны но в девяти случаев из десяти оказывает что не правильно вы без электричества прожили сколько три с половиной года да и как она совсем без электричества до тяжело было но это лучше чем подохнуть как собака как какой-нибудь отравы для патриота главное это родина а для христианина главное это бог сегодня мы в гостях у германа стерлигова человек живущий яркой жизнью он был и одним из самых богатых лиц в россии разорился потерял все теперь он фермер фермер владелец данного хозяйства изумительного хозяйства посмотрим послушаем поговорим с ним на самые животрепещущие темы сегодняшнего дня герман львович здравствуйте здравствуйте и так вроде как про вас уже очень много написано сказано про ваши 90-е годы 2000 кем вы были кем вы стали это интересно действительно то что вы хотели вы рассказали что вы наверно не хотели вы никому не расскажете уже это очевидно я должен сразу сказать и сообщить об этом телезрителям его я думаю подтвердите что виновником нашей встречи является уважаемый человек дмитрий галочкин конечно который который облагодетельствовал меня двумя машинами дров и говорит герман надо дать интервью я говорю димитрий во первых из уважениях те во вторых две машины дров и спасибо вам поэтому будем подавать и выпьем до дмитрия галочкина натурального вина с удовольствием не того по его которым поют в магазинах несчастных современников во всех странах мира а настоящая каберне чистое сухое вино где есть только один ингредиент виноград и ничего кроме наград и подождите минуточку для того чтобы букет был более незабываемым главный сыродел мехи приготовил для гостей целую головку и как она в годовалого сыра как он вот пролежал в темном сыром погребе и вызревал и вот сейчас мы посмотрим как он вызвать это кстати говоря всегда очень значимый ответственный момент потому что никто ни один сыродел не знает как созреть сыр потому что это живой процесс иногда получается хорошо иногда плохо иногда неожиданно иногда по-другому иногда как-то незнамо как но всегда это самый ответственный самый такой трепетный момент разрезание головки сыра прось после годовой или даже более чем годовой выдержки да с удовольствием пас выращивание посмотрим как он вырос обратите внимание написано стерлинг тавро лошадь не очень хорошо видно но сыр ставро минуточку это еще не все сыр твердый поэтому режется трудно поэтому специальный двуручный нож и сегодня вы впервые в жизни я почти уверен в этом попробуйте натуральный твердый сыр его нет продажи нигде ну что смотрим да ну да выглядит идеально надо поздравить михея с тем как он кто-то кубики это мой сын главный зародел который делается на сыр и закладывает погреб он делает в медных чанах на живом огне а на сычуге который желудочков и гнят они каких там банках из европы поставок где учился из молока из молока сейчас скажу из молока который надоен вручную надоен то есть без крови гноя как бы с аппаратами а это вручную надоена с не обколотых ничем коров и коз главное коз и вот этот козий сыр это козий это козий сыр мы сейчас попробуем с настоящим с натуральным вином ну есть можно прямо с плесенью да вот это хотел спрятая это плесень натуральные необычайно полезно сколько вредна искусственная плесень химическая настолько полезно плесень натуральная натуральные плесени в природной мощнейший антибиотик который убивает всю заразу и дает необычайно пикантный всегда разный для разных сыров ну что пробуем да конечно ну за дмитрий галочки за виновника нашей сегодняшней встречи да а вкусно если это концентрация трав собранных в этом молоке то что ели козы на полях начиная от всяких лопухов и кончая другими лекарственными травами вот это все сосредоточено в сыре то есть это как будто супер травный сбор потому что молоко превращается в молоко из трав который поедают козы ну и когда еще виноград настоящий неопрысканный никакой химии это именно с виноградников который не знал никогда никакой химии непрекрасный мастер визуально путем естественного брожения и вот этот букет настоящий сыр настоящий вино это то чего лишены даже самые богатые люди в мире нигде не купить ни за какие деньги ни в каких франциях и швейцарии потому что там евросоюз нормативы всякой химии обязательно да ну любое производство авто вы настроены на продажу без химии жить не может ну вкусно сушить реально вкусно давайте перейдем теперь до тебя только главное главное закончил главный закончилась действительно очень вкусно очень вкусно и ярко выраженный запах вот такой у вас какой-то особенного и очень его почувствовать какой послевкусие какое самочувствие после этого потому что натуральный продукт чем отличается от химической отравы им как ты себя чувствуешь через после того как ты это съел через час через два через три когда постоянно ехать вообще начинаешь себя чувствовать это другая жизнь это главное отличие не вкусовое а вот то что будет после после будет обещать на удовольствие вы обещали рассказать где ваш сын мехи этом научился мастер и сын мехи этому научился прямо здесь слободе в той сыродельник который строилась начинаю буквально но с маленькой плиты сахапкой дров и сейчас огромное сыродельник который вам покажу может быть вы ставите как иллюстрации в свой репортаж с медными громадными чанами заливаем туда молоком и все это уже в огромных печах специальными такими мешалками делаются большие не такие вот маленькие как а большие круги сыра головки которому тоже вам покажем в нашем подземном темном сыром погребе ну как положено то есть как я понимаю уже швейцарские французские сыроделы уже там где-то вы уже на липу старте французский сыродел они делают по технологиям евросоюз только отрава это есть нельзя вот все что бутиках лежит это отрава на искусственном суфиге там тогда это нельзя кушать с обколотых коров это ну я когда говорю употребляют слова быдло я никого не хочу обидеть никому это в этом есть мысловая нагрузка но это слово то может обидеть община но это слово обычно обижает поэтому стараюсь воздерживаться то она не всегда получается ну как можно назвать вот иначе несчастных обездольных людей что их держит буквально за скотину за быдло и скармливают им всякую отраву в сетях ну как еще можно сказать для того чтобы встряхнуть людей чтобы они поняли что не надо там по отовариваться своих травят просто травят как крыш а куда им обратиться ваше хозяйство не обеспечат явно всех свои хозяйства создавать не надо никуда обращаться надо делать как я создавать свои хозяйства и самый верный способ методологический для тех людей которые не знают как это делать первое что надо сделать это приехать сюда к моим детям выросшим к сергию и посоветоваться с ним как действовать как инвестировать деньги как создавать свое хозяйство или как инвестировать в чужие хозяйства как получать оттуда прибыль или продукты то есть и уже есть наработанные схемы и нечего изобретать велосипед надо приезжать к сергию моему сыну пантелеймону митею картению моим сыновьям и общаться на эту тему этому вы зрителям может покажет реклама их сыновей но и мне чего кого мне еще рекомендовать я рекомендую тех вот кто я знаю что они прекрасно разбираются в этих делах а вот приезжают и общаются с вами тогда тогда очевидно очевидно следующий вопрос сельскохозяйство так выгодно ну конечно это жизни здоровья в жизни здоровья на это выгодно ли вот вы говорите людям инвестируйте но выгодно быть здоровым конечно выгодно выгодно чтобы дети были к этому еще добавляются и деньги просто в первую очередь здоровья если говорить о материальном не духовно материальную первую через дорогу а потом деньги а если сначала деньги то потом не будет никакого здоровья если деньги на первом месте тогда жертву и здоровьем своих своих детей то здесь в первую очередь здоровья но плюс к этому с следующим пунктом приплюсовываются и деньги потому что инвестируешь в тех хозяйство которых производят натуральную продукцию а именно этот процесс он аллаживает предводителя российского христианского собрания мой сын сергей с братьями и тогда получается еще и день когда веса прежде всего здоровья нормальная жизнь плюс еще и деньги идут и не плохие то есть я могу сказать примерно 30 процентов годовых 30 процентов годовых это не наркотики и не торговлю органами но это и извините зато благородное и прекрасно твердые 30 процентов но это гораздо будет иногда больше чем 30 процентов иногда меньше чем 30 процентов зависит от удой коз это зависит от года от сена коз какой и так далее то есть это не банк это не то что где-то на калькуляторе кто-то там на компьютерах что-то там выбивает всякие схемы на бирже это живая настоящая жизнь что банк то уже если в европе уже отрицательные ставки бывают банковские после этого 30 процентов ну что давайте тогда выпьем за то и закусим сыром натурального чтобы люди вкладывали свои деньги не в банки в проклятые эти обманщиков а в натуральное хозяйство и чтобы всегда пили такое вино и заказывали таким сыром изумительный это результат правильных инвестиций до бесспорно ну вообще людям которые лишены натуральных продуктов мне кажется им даже интересно посмотреть как люди едят натуральные продукты потому что ведь это такая большая редкость и видеть что люди едят натуральный продукт на это можно и посмотреть минут 15 может быть вполне но я не отрицаю это действительно потому что выражение лица глаза это мы так как зеркало души и мне это нужно да видно что это не обманешь это очень круто вкусно да вкусно и и это пускайте в эфир вот выпускаете в эфир как люди едят настоящую пищу конечно не потому что все начинается мы же испорчены у нас много начинается зависти ну пусть нам позавидуют зрители так и пусть они после этого изменит свою так это же такая пусть их жизнь станет лучше к тем самым конечно не но действительно так потому что одно дело у нас же при сейчас вот проблему как это серьезно у нас телевизор ключ да то есть как бы у нас проблема у тех кого есть телевизор у кого телевизора нет то у него проблема смотрите дайте о чем предлагаю поговорить к вид та тема которая скажем так уже избита с одной стороны с другой стороны вроде как у нас сейчас отчитываются везде что мы его героически победили или победили ноги до конца не то это полу победили не то будет вторая волна не то не будет вторая волна подскажите вот эта пандемия на вашем хозяйстве на вас как-то отобразилась нет только в лучшую сторону потому что мы никуда особо не ездили потому что есть был нельзя никуда не лазили по гостям не ходили порожняки не гоняли в москву не катались сэкономили огромные деньги занимались здесь своими делами хозяйственно крестьянскими к чем мы всегда и занимались нас периодически отвлекали разные поездки отут нас ничего не отвлекала и столько сколько мы сделали на крестьянском хозяйстве за вот это вот так называют зато мы изоляцию ため уже не знаем и за год то сколько мы perks делали шкульку за это несколько мисс из как что пандемии много всего Muito хорошо пошла для таких хозяйств ну вот ограничение передвижение населения особенно самолетов конечно это большой плюс и для природы для человека над нами же летали все время самолеты а сейчас смотрите слышь меня никакого звука нет до сих пор не летают несколько месяцев над нами не летают эти поганые проклятые самолеты с баранами которые ездят туда-сюда убивать время в турцию обратно и у нас тут просто перед на нас перестал сыпаться керосин мегатонны отработанного керосинного топлива который лет сверх токсичными отходами и это огромный плюс конечно я не могу это измерить как-то там вот визуально но это понятно у меня головы хватает понять что если на дна перестали самолет нам стало жить лучше намного и всяким букашкам и таракашкам и птичкам и так далее ну и вообще и нам не мешают не шумят а когда и так во всем к вид это факт вымысел миф он нужен был людям я считаю что все что связано с к видам нужно для того чтобы оправдать будущее многомиллионные трупы в результате утилизации человечества большая часть человечества думаю что большая часть человечества ну что было понятно все людям рот чтобы их травили их травить людишек уже на метро и сильно травят и когда они начнут убирать массово чтобы ни у кого не было вопрос что они вдруг умирают ну извините пандемиками вот для этого нужен это может быть побочные средства зарабатывания денег давайте произвольнее денег тут ни причем деньги эта хрень для тех кто обладает властью в мире деньги это не что они сколько хотят денег столько имитируют есть фрай сша который принадлежит английская королевская семья и поэтому там сколько они они хотят денег столько у них и есть их деньги интересуют только как инструмент не более того это нас любим пролетариат и ну да деньги чтобы жить как-то что их у них другие проблемы поэтому не меряйте по себе проблему мировой власти им надо выжить вот что им угрожает ему урожает экологическая катастрофа который уже происходит это уже почти закончил а нам не угрожает мы их не интересует их интересует выживут ли они а для того чтобы им выжить им нужно прекратить добычу подземных скопаемых потому что иначе уйдет до конца вся пресная вода в бездну передохнут пчелы все ну что-то сдохнет короче леса все упадут потому что вода уходит ниже корневой системы деревьев все сохнет кругом ну и они понимают уже даже они они не очень умные люди потому что они сатанисты но и они понимают что они скоро погибнут в результате этого экологического коллапса ничего лучше они не придумали именно потому что они слуги дьявола что надо убить все человечество и останется тогда английская королевская семья и несколько миллионов обслуги на британском острове может быть больше народа останется может они планируют большее количество можно предполагать только какой процент населения мира они хотят оставить живых для того чтобы была снята эта проблема и вот для этого нужно утилизация утилизации не через к вид а через всякую отраву который уже давно идет утилизация ведь людей утилизируют через сети давным-давно уже продуктов через фармацевтию через медицину через наркоманию через аборты через трансплантологию и так далее ну к 1000 методов бухло там всякое пьянство и так далее и но это медленно вода уходит быстрее пчелы дохнут быстрее чем идет вымирание человечества и поэтому власти мира понимают что если такие темпы сохранятся то сначала они все сдохнут а потом только будет эффект от утилизации и поэтому решили ускорить утилизацию вот и всего я думал и к примеру такая ускорить и утилизацию дать более мощные дозы яда сейчас вы покупаете условно гречку магазину да там она опрыскана ну к примеру фосфином может не фосфином другим очень и это вредно для здоровья ну понятно не полезно и люди от этого болеют раком диабетом там и так далее а таких продуктов они покупают сотни всяких разных наименований и все обработано же английская королева дает указание например алтайскому производителю гречки травить да именно так просто это происходит через не напрямую как бы естественно на через британскую академию наук она вырабатывает нормативы для академии наук как филиалов по всему миру на академии наук контролирует роспотребнадзор и все прочее каким образом это происходит но в общем по большому счету да английская королева дает алтайскому производителю водную чем он должен опрыскивать там свой какой-нибудь горох безусловно это все централизируется и все ученые из этой же логики служат им же да и вы тоже там одном объемом же да конечно потому что тот кто правит миром тому и служит весь мир и это неважно понимают люди это или нет когда индейцы не понимают кто на самом деле их там господин над их вождями это ничего не меняет абсолютно не дашь так удобнее править поэтому вы сейчас подлежит утилизации я так думаю и я думаю что вас утилизируют уже уже утилизируют я думаю наверно уже в возрим будущем начнутся массовые массовые смерти таким много миллионные это говорит вот там 2 или 3 волна к вида вы должны понять это тоже очень важно методологическое понимание что в результате научного прогресса вы стали не нужны люди стали не нужны работы техника компьютеры оборудование роботы чем больше роботизации автоматизации тем меньше надобность люди а потребители это же люди конечно но они не нужны а покупать кто будет вот цепочку замыкать таким образом продолжает замыкаться тогда уничтожается природа и тогда погибают элиты вместе с люмпин пролетариями гибают или ты это понимают я уверен в этом и поэтому они люмпин пролетариев убирают и вот это вот глупости с потреблением все это закрыто обратите внимание как несколько месяцев назад когда началась вся эта бодяга с ковидом всех перестала интересовать в мире потребления почему новый iphone уже интересно айфон интересно туризм закрываем там нет не нужно все ничего не надо то насчет чего там убили десятилетиями и воевали до последней капли крови с одного дня никому ничего не нужно ну сделайте выводы это значит в прошлом сейчас другую другая тема сейчас тема кто выживет и как будут жить новые вот это вот маленькое человечество остальных на помойку а государственные границы сохраняться не вот эти знаете тех кого хотят выкинуть на помойку они жалобно взывают обычно как раз вот этими словами а как же мы же потребители а как же потребление мы же нужны для потребления логично не нужны все вы больше не нужны понятно круто называется постиндустриальный период вот индустриальный период это когда нужны были люди для гулагов для коллективизации для строительства норильских никелей дорог шахт автобанов европе концлагерей гитлера и так далее нужны были людишки чтобы все построить все построили теперь настройка компьютер и так далее автоматизация роботизация людям все меньше и меньше нужно оттуда еще и наложилось и экологические вопросы потому что от этих людей же до они засирается вся планета потому что людишки не хотят жить без научного прогресса больше мы избалованы если они вот смотрите тоже очень важный момент здесь же так не ответишь в двух словах комплексный вопрос большой такой всемирный если бы люди были готовы прожить без электричества конкретно электричество как основа научного прогресса тогда вас не надо было утилизировать тогда вам бы вырубили электричество выбора зашлись в разные стороны из городов и там к опалками копалками 7 начали вот такие же грядки делать как у меня и у всех были крестьянской хозяйства и сыр бы был такой вино и так далее и вы бы никому не мешали и никто вас не убивала и не утилизировал но как только англия вырубает электричество они пробовали делать кидали пробный шары венесуэле аргентине помните вырубали沒 своих электричество всей стране и смотрят на реакцию люди что делают люди люди чинят электричество получается в момент когда ангелия вырубает электричества в одной из колоний или во всех колоний она теряет власть в этих колоний сразу же в этом же день потому что власть мирового правительства электрическая через связь через компьютеры через системы подавления через транспорт нету электричество ничего этого нету и власть мировая сразу бам пропадают и нету как будто нету власть а если власти нет что делают люди которых вырубили электричество они бегут чинить электричество генераторы спускают конечно и чине то что поломали чтобы быстрее у них была опять централизованных То есть, вдумайтесь, мировое правительство не имеет ресурса лишить вас электричества, потому что вы научились, как делать эту простую штучку. Ну, электричество уже сейчас это не самая сложная вещь. Конечно, и поэтому ее любые индейцы починят, и поэтому вас можно только убить. Вы сами себя своей любовью к научному прогрессу, к электричеству, что вы без него жить не можете, приговорили себя к тому, что вас теперь только убить можно. Поэтому вас всех сейчас убивают. Вот это важно понимать. Это геополитика. Это реальная, не придуманная телевизионная, а реальная геополитика. Вы сколько, насколько известно, это действительно уже из других интервью, я подчеркнул, вы без электричества прожили сколько? Три с половиной года. Три с половиной года. Да. И как оно? То есть, совсем без электричества? Да. Тяжело было. Но это лучше, чем подохнуть, как собака, как какой-нибудь отравы. А у вас именно этот выбор. Такой выбор-то, знаете, да. Ну вот поэтому там комфортно вам, некомфортно, удобно, неудобно. Неудобно, да. Это как критерий уже не работает. Геополитика, вот это некая вот такая вот надгосударственная структура, которая всеми управляет, и государственные границы. Как это соотносится? Это не некая структура. Это вполне конкретные люди, которых кого-то вы знаете, кого-то не знаете. Это система управления представляет в себе. А кто это? Это уже упоминаемая мною Британскую академию наук. Называется Английско-Королевское общество. Это АСИС, Secret Intelligence Service. Это правительство Великобритании, которое правит всем миром. И это, конечно, Английско-Королевская семья. Это вот те, кто правит миром. То есть и все ими их сателлиты. Да. Даже те, кто считает, что это не так. Да, это не важно, кто что считает. Вторая Английская империя была закончена ее строить по строению по учебникам английских школ. Да, в 1945 году. Победой над фашистской командой. А Союз в 1945 тоже была колония? Конечно. Союз с Александра Первого колонии. Александр Первый уже был вассалом Великобритании. Он давал вассальную клятву при вступлении в Орден Подвязки. Есть такой Орден Подвязки, куда входит 24 члена, если я не ошибаюсь. И там каждый дает вассальную клятву главе Ордена Подвязки английскому королю или королю по должности. Ну, хорошо, 17-й год наступил. Вроде как. Клятвы аннулированы. А в 17-м году ничего не аннулировано. В 17-м году Гауштейн и Гаторпы, так называемые Романовы, передали Россию в индустриальную концессию евреям. А сам Николай II уехал в Лондон и там правил до 1936 года, по вашему ли это ощущение. Умер от автаназии в 1936 году. И он и оставался хозяином России. И дети его потом правили Россией. До сих пор дети правят Россией. Просто есть внешние управляющие, которые назначаются. Это называются выборы президентов или генсеков. Или назначение генсеков. Но как же Путин наше все и... А Путин тоже назначен в Лондоне. И ничего не может сказать против? Ну, я не знаю, к какой степени он может сказать против. Он, видимо, пытался что-то наговорить против или делать против. А на сколько чего получится у условного Путина? Я понимаю, собирайте образ. Я могу только на скамейке болельщиков, на скамейке болельщиков, болеть за них. Ура, ура, ура. Россия, Россия, Россия. Ну, так мы не болеем. Не патриот? Нет, я не патриот, я христианин. Если человек патриот, он не может быть христианином. Потому что патриотизм отрицает христианство. Как и все измы, впрочем, коммунизм, либерализм и так далее. Потому что для патриота главное это Родина. Да. А для христианина главное это Бог. И вот это диаметрально противоположное. Одно сатанизм, патриотизм, а другое угождение Богу. Это христианство. Что сделать? Здесь Бог ради Родины, а здесь Родина ради Бога. Почувствовать Родину. Что каждый христианин должен сделать, когда его интересы, во что он верит, противоречат интересам государства? Наплевать на государство и действовать в соответствии с заповедью Божьей. То есть это категорично? Однозначно. Надо сохранить добрые отношения со Всевышним, а не с чиновниками. А государство-чиновники? Это и народ, и чиновники. Это же все-таки шире. Это конкретная территория. Ну, не более того, творение. Это творец Иисус Христос, который сотворил небо и землю, и вся я живу в них. А это его творение. Ну, что важнее, горшечник или горшок? Ну, вроде как очевидно. Да. Поэтому, как бы здесь очевидно. Нужно действовать по воле Божьей, а не по суетной воле властей или народа, если она противоречит воле Божьей. Слушайте, вы как коварно-собладительное вино поставили. Вино обалденное. Вино обалденное. Прямо запах такой ярко выраженный. Причем, это натуральное вино. Вот сыр у нас стоит реально дорого. Сыр у нас стоит 15 тысяч рублей килограмм. А вино, которое у нас, оно очень дешевое. Ну, сравнительно дешевое. То есть, у нас бутылка стоит 1800 рублей. Но это не дорого. Это дешевле, чем в магазинах отрава. Конечно. А белое вино есть? Есть белое, да. У нас 12 видов вин. Натурально. И прям запах, прям изумительный. У нас погреб винный неплохой. Просто запах, прям вот сижу, вот даже и запах я чувствую. Аромат, он распространяется даже на улице. Да, распространяется даже на улице. И прям вот чувствуется. Так что винный погреб не то, чтобы у нас очень хороший, но неплохой. И поступщики проверены, комитет продовольственной безопасности, что никакой химии, ничего нет. Комитет продовольственной безопасности. Это структура, которую создал предводитель Российского Христианского Собрания, Сергий, вот которому я предлагаю всем приезжать, советоваться, как создавать это новое хозяйство, куда вкладывать деньги по этому поводу. И он создал 6 лет назад комитет продовольственной безопасности, возглавил тоже мой сын Арсений, чтобы не было исключено вообще всякие виды коррупции. И они проверяют, ездят по всей стране и по всему миру до ковида ездили, проверяли те продукты, которые декларируют, что они натуральны. Ну, в 9 случаях из 10 оказывается, что они натуральны. Ну, в одном из 10 случаев оказывается натуральны. И вот это мы как раз и кушаем. То, что у нас самих нет, допустим, какао-бобов из Эквадора, мы привозим из Эквадора контрабандой. Потому что натуральные бобы невозможно привести законно. Они обрабатываются фосфином, который я упомянул. А без них провести? А, распотребнадзор не разрешил? Да, без них только незаконно. То есть, или ты травишься законно, или живешь здоровой жизнью незаконно. Такая система. Я понимаю. Именно связана с утилизацией лишнего населения мира. Это не с Россией связано, а со всем миром. Это делает Лондон. Кстати, а вот сейчас... Кстати говоря, это тоже важный момент. Я бы-то задумался. Я как раз противоречусь патриотизму. Патриотизм. Это освобождение от власти, иностранного иго, и так далее, и так далее. И это суверенитет страны. Это тому же самому учили, и того же самому требовала партия фарисеев в Древнем Израиле. Это была партия патриотов. Они такие. Национал-патриотов. Это фарисеи. Обычно фарисеи в другом смысле. Люди почему-то, там типа лицемеры и так далее. Но они и лицемеры были. Кто-то сельгин просто уже перешел. Это партия патриотов Древнего Израиля. И когда Господь Иисус Христос учил в Израиле, и три с половиной года проповедовал, это входило в противоречие патриотизму фарисеев. Потому что он не говорил об освобождении от власти Рима. Он говорил о Царстве Небесном. Он не говорил о том, что Израилю надо воцариться над всем миром и получать дань. Ему это было безразлично. Он говорил, спасайте души свои. И фарисеев это ломало. Потому что они говорили, что главное, что придет Мессия. А вот он пришел. И этот Мессия освободит Израиль от власти Рима. А тут пришел Мессия. И про Рим вообще ни слова. Ему говорят, даже он, кинсон, принесите мне, вот к чьему там изображению Кесарева, отдайте Кесареву Кесарева. Божьей Богой. И его распяли. Потому что он стал опасен. В том числе поэтому. Поэтому патриотизм и вера христианская, это взаимоисключающие вещи. И нами отправят, к примеру, Лондон. Я бы готов был преклонить свою выю, шею под иголону. Вопросов нет. Если они не убивают моих детей, если они не растлевают моих дочерей, там и так далее. Нету, когда от них вреда. Только дань платила, только сыр отдай, и вина им налей. И причем отдай им весь сыр, отдай все вину. Да забирайте. Не дадим сыр вкусный. То есть барахло не жалко. Если власть не претендует на душу твою и твоей семьи, и твоих ближних, на христиан, тогда власть вполне себе приемлема. Какую бы дань она ни брала, как бы она ни воровала, нету проблемы. Ну вот почему я не антагонистически отношусь к современной нашей власти в России? Потому что они не трогают нашу душу. Говорят, они там воруют. Да пусть воруют. Чем больше они своруют, тем меньше построят заводов, самолетов и так далее, там пароходов. И меньше будет загажена окружающая среда, и нам будет жить легче. Поэтому вообще им за это воровство нужно памятники ставить. Хотя нет, памятники не надо ставить, это идолы. Это образно. Я понимаю, это образно. Но мы должны быть благодарны им. Чем больше они разворуют тех средств, которые отведены на загаживание окружающей среды, тем лучше. Они не дают нам воспитывать детей, и все эти годы давали, как мы хотим. Ты не хочешь отдавать детей в школу, да не отдавай. Там не хочешь давать им всякое дурное образование, не давай, никому дело дает. То есть, по сути, они дают свободу. Да, это и есть свобода. Это и есть настоящая свобода. Они забирают у нас деньги, они не дают нам где-то заработать, они там лопают в одну харю. Да ладно, хрен с ними. Пускай лопают. Это не самое главное. Не с голоду не умрем. Можно заработать в любых условиях. Но они нас не трогают. Они по-пацански, по-питерскому, знаете, вообще ведут себя нормально. То есть, нету беспредела. То есть, живи, живешь себе и живи. Давай другим жить. Давай другим жить. А Лондон не дает нам жить. Вот в этом проблема. Лондон не дает нам жить. А вот сейчас, которые события... Да, мы все знаем, что вы не смотрите на телевизор, но тем не менее, вы на новостях в мире так иначе наслышаны, по крайней мере, такие там друзей, знакомых. Вот сейчас пошли буквально последние месяцы, вот началось США, вот эти волнения цветных. В Лондоне хотят там снести памятник Черчилля, там и так далее. Его там разукрашивают, там. То есть, это что? Английское правительство ошиблась, сделала ставку не на всех, либо дают людям возможность, исходя из этой же логики, просто выпустить пар. Я думаю, скорее, вот это последнее предположение. Это отвлечение внимания от серьезных проблем. Как целуют негром ботинки, там. Это очень увлекательная процедура. Ну, это как-то странно, если это обсуждают. Потому что и тот, кто не поцеловал, и уже как героя воспринимают того, кто стал и не стал целовать ботинки. Тех, кто в ней, система сложно утилизировать. Их можно убить. Ну, это сложно, забородно. Персонифицировано очень сложно, да. А те, кто в системе, они легко утилизируем. Уже каналы утилизации давно налажены через вот эти все привычные вещи, от продуктов до лекарств. Это же мир не спастись, получается? Тем, кто останется в системе, не спастись. Не спастись. И вот эти вот попытки защитить, как вы говорите, там, людей. Ну, а как вы защитите? Вы их никак не защитите. Невозможно защитить человека, который не хочет, чтобы его защитили. Ему говорят, не жри из сетей. Уже 20 лет. Вот я говорю. Ну, и что, у меня родня как жрала из сетей, так и жрет. Ну, и что, и поменялось-то? Их травили медленно, сейчас потравят побыстрее. Ну, вся разница. Скажите, пожалуйста, Герман Львович, мир, а РПЦ? Ну, одно из элементов сатанинского шоу-бизнеса подмена церкви. Отделся как КПСС по работе с верующим. До этого отдел Министерства Российских властей и безбожных. Ну, дореволюционных. С 1597 года РПЦ в ересе. До 1597 года была настоящая христианская церковь. А после этого подделка. Ну, называется «Падение в ересь» произошло. То есть, все РПЦ, все одни эритики? Да. Одни эритики. Кто это может спросить? А может найти там батюшку где-нибудь там в деревне, который искренне верует? Все, кто из какой чаши причащаются, те к тому и имеют отношение. Если из еритики чаши причащаешься, то причащаешься скверной, а не телом и кровью Христа. Если богословски отвечать, то это вот так. Подробно об этом есть у меня на сайте, вот в этом разделе «Исповедание веры». Мы обязательно дадим ссылку. И третий пункт ответа. Я убежден в том, что есть настоящие епископы и настоящее священство. И мы молим каждый день Бога, чтобы Он даровал нам знакомство с ними, чтобы мы могли покреститься, чтобы они нас причастили. И чтобы мы шли по пути спасения, так как положено. Но я с ними не знаком. Что неудивительно. Где мне было с ними познакомиться? Если так перечислять, где я бывал в своей жизни. В детском саду, никак. В школе, негде. В армии, ну вообще там. После армии, начала 90-х. В 90-е вообще было время. Какие епископы, да? Потом в секте был тоталитарный, РПЦ, МП, тоже никак не мог встретиться с епископом. Ну и получается, что мне негде было с ним встретиться. А сейчас выживкается? А я недавно вышел из ересь, вот теперь молю Господа о встрече с ним, о с епископом. Ну и надеюсь на то, что Господь услышит. Не то, что услышит, он все слышит. Но дарует такую встречу. Но пока не встретился. Что не... И знаете, думать о том, что если я с кем-то не встретил, что того на белом свете нет, это даже не идиотизм, это все хуже. Да, это... Да, это слово идиотизм надо еще заслужить. Еще хотел сказать, как у вас здесь прекрасно. Слава Богу. Вы действительно счастливый человек, кто может позволить себе жить так вот на природе. Да. Это действительно вот... И так может позволить себе жить каждый человек. Я когда переезжал на эту самую природу, я был абсолютно нищим. Я был полностью разорен. У меня не было ни копейки сбережений. Был долгов, как шелков. И все, слава Богу, хорошо. Но кто-то может сказать, что... И уже обогателось все нормально. Да, вот кто-то может сказать, ну как это, наверное, у него где-то там под матрасом что-то осталось. Говорить может что угодно, ничего не было вообще. Люди зависли бы же. Да, ничего не было. И я знаю кучу семей. Вы тоже можете и с ними познакомиться на наших выставах-ярмарках. Вот ближайший будет 19 сентября. Съезжаете со всей страны. Российское христианское собрание организовывает Сергей за братьями. Съезжают со всей страны тысячи людей, сотни участников ярмарки и тысячи гостей. И там вы можете увидеть огромное количество семей, которые уж точно никак не заподозрили, что у них где-то там за границей счета или будут кубышки зарыты. И они прекрасно живут на своих маленьких хозяйствах, своими детишками и счастливы. Вот так же, как у меня. Только круче, наверное. А почему некорректно называть сыровар? Потому что если сыр варить, то он же с пастеризованного молока получается. То есть именно горячего. А сыр он сырой должен быть. И почему делают пастеризованное молоко? Потому что доедали аппаратами, а там всегда кровь и гной посадка. И чтобы они сразу не травились, пастеризуют молоко и получается сыровар. У мира-то шанс спастись есть? На спасение дело персональное. Миром в ад или в рай не берут. То есть группы не возьмут? Группы никак. Суд персонален. Поэтому у каждого человека есть возможность спасения. Потому что за нас распялся Христос, воскрес и открыл нам двери рая. И каждый человек может туда зайти. Двери открыты. Кто не хочет, тот идет в ад. А кто хочет, для того открыты двери рая. Для человека. Любого вероисповедания. Он может проклясть свои ереси и стать христианином. Другого пути нет. Субтитры создавал DimaTorzok